Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Московская правда», передача «Слушаем кино» и ее ведущий Роман Шахов. Сегодня наш гость, артист театра и кино Андрей Чадов. Андрей, добрый день! Привет вам! Привет, дорогой! Андрюш, спасибо большое, что пришел, нашел время, и это приятно на самом деле. Вот первый наш вопрос, такой, так сказать, традиционный, чтобы войти в разговор. Начался Новый год, какие планы на этот год, что нового, что мы можем увидеть на экране или, я не знаю, в театре, как у тебя с этим дела? В общем, какие новости, что ждать нам в этом году от тебя? Новости простые, скоро выходит сериал «20-серийное дело чести», с братом мы сыграли еще в прошлом году. Прошел показ в Казахстане, в Украине сейчас будет, и, я так понимаю, после Украины будет уже в России по Первому каналу. То есть, это первое, второе, большой проект закончился «Провокатор», сейчас идет монтаж, озвучка, но это, наверное, осень уже будет в России. Это полный метр? Нет, это тоже такой разбитый, да, но так очень хорошо, мне кажется, очень хорошо мы поработали. А насколько серии неизвестно? Ну, такое кино такое будет. Сколько? Ну, таких 20 отдельных фильмов, но они связаны в одну, так скажем, историю. А по поводу театра, ищу сейчас спектакль, хожу, смотрю, видел недавно «Мастер Маргарита Абдулодина», правильно я сказал? Угу. Очень мне понравилось, я думал, не выстежу уже 3 часа, но это очень крутой спектакль. То есть, как-то так, приятный сюрприз, что… Да, я обалдел. Шел как бы на то, что надо готовиться к страшному? Нет, я спокойно шел, просто 3 часа многовато, мне кажется, для спектакля. Для кино, для спектакля многовато, но бывает вот редкое исключение, что в кино и в театре сидели на лавочке, там, понятно, что ещё и неудобно было, всё равно, это просто шикарный спектакль. То есть, сейчас… Это редкость, очень большая редкость. Сейчас вообще, вообще хорошего мало всегда. Это да, это да, здесь я согласен. А спектакль, фильм, очень большая редкость. Я вчера вот буквально посмотрел перед сном фильм, посоветовали у меня «Лучшее предложение» с Джеффри Раш. Не смотрел? Нет, не смотрел. Просто обалденное кино. Ну, Джеффри Раш вообще серьёзный человек. Да, и артист, он мега. Я вообще люблю такие фильмы, типа Дэвида Финчера, когда ты смотришь кино, и понимаешь, что ты предполагаешь, думаешь, наверное, будет так, так. И совершенно не так, а в конце абсолютно не то, что ты… Просто шок. Вот это очень круто. Да, Финчер, он отличается такой загадочностью, таким наворотом совершенно непонятным. Что-то есть искусство в настоящем, мне кажется. Ну, наверное. Ну, не каждому дано, как говорится. Такие моменты бывают только, так сказать, единичные. Хорошо. Извини, а по поводу спектакля «Мастер Магарита», и вроде бы, ну, это такая другая сторона, вроде бы ты знаешь уже материал, 150 раз уже читал эту книжку. Очень интересная интерпретация. Понимаешь, вот, мне кажется, какие-то вещи давно уже всем известны, там, и книжки, и пьесы. Очень редко, когда бывает какая-то интересная интерпретация именно. А в Долдино это, конечно, обалденный спектакль. Ну, замечательно, это приятно, что все-таки находятся какие-то приятные моменты. Сейчас действительно, я с тобой согласен, хорошего не так много, и, в общем-то, надо ценить то немногое, что у нас есть. Хорошо, а вот в этом году какие-то проекты есть, вот какие-то предложения, грубо говоря, чтобы вот на этот год была работа непосредственно? Да, сейчас смотрим, читаем, пока не буду ничего говорить, но есть. Ну, есть, не надо говорить, как бы, просто вот в любом случае выбор какой-то есть, да, то есть какие-то нюансы. Ну, это самое главное на самом деле, замечательно, дай бог, чтобы этот год лошади, ты проскакал голопом, как говорится, по Европам. Андрюш, хорошо, спасибо. Хочу у тебя вот что спросить, отмотаем пленку немножко назад. Все-таки, насколько я помню, ты с детства, в общем-то, наблюдался, скажем так, в этой сфере, то есть ты ходил в театральную студию, в театральный кружок, там, да, вот в Доме пионеров, или там, я не знаю где. Но я обратил внимание, что ты, у тебя еще хореографическое образование, что ты занимался хореографией и достаточно профессионально. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, как это вообще было. Мы в 10 лет попали в детский драматический театр, это не дом пионеров, а такой прям детский драматический, пластической драмы. И там одно из условий было, ну, станок. Такой профессиональный, настоящий станок. Станок, педагог у нас был ученик Игорь Моисеев, то есть все серьезно. А мы-то хотели, туда шли, хип-хоп танцевать. И нам сказал педагог, хотите хип-хоп, вставайте на станок. Типа того, что без станка вы ни один из стилей танца никогда не сможете сделать. То есть база, основа. Это, да, это основа, то есть это была некая заманочка, такая хорошая, которая начала прививать нам вкус к музыке, понимаешь, вкус ко всему. Потому что у Вячеслава Кожихина, наш директор, у него все-таки есть вкус. Это и Пин Флой, там, и в общем. Да, хорошие ребята, я понимаю. Такие тематические спектакли пошли, да. После школы, так как брат младше меня на год, мне пришлось ждать его, поэтому, чтобы не терять этот год, мне просто педагог предложил закончить, как это называется, курс повышения квалификации работников образования есть такой. Ну, получить средне-специально-хореографическое и набрать детишек просто, ну, как бы, денежку зарабатывать, чтобы не сидеть просто так, не ждать его и не болтаться по улице, чтобы вместе поступать. А сколько ты занимался хореографией вот так вот полноценно? Десять лет вот получается. Десять лет получается. То есть это действительно вот такой профессиональный, то есть можно сказать, ты школу при Балентном театре, ой, при Большом театре закончил. Да нет, конечно, это все-таки, наверное, такая хорошая самодеятельность была. Ну, такого высокого уровня. Ну, наверное, да. Ну, вот скажи, я понимаю, что хореография, безусловно, как актеру, она никогда не мешает, она только помогает. Абсолютно. А вот то, что ты работал, ну, так сказать, участвовал вот в этом детском театре, потому что бывают такие моменты, что люди, познавшие какой-то вкус вот этой вот самодеятельности, да, когда приходят учиться в театральный вуз, им говорят, друзья, уберите это все, нам это от вас не нужно. Вот тебе это помогло при поступлении или тебе это мешало? Конечно, помогло, да, абсолютно. То, что касается танца, хореографии, в институте даже мешало в хорошем смысле. Потому что мы пришли, когда на первый курс, первый, второй, третий, четвертый, неважно. Там начали учить позы, там, значит, первая, вторая, третья. Ну, да, да. То есть, все с самого начала, отмотали все 10 лет назад, встали и поехали. То есть, было абсолютно, ну, настолько скучно, что… Ну, вы посещали занятия или вы сказали, ну, ребят, мы это все знаем, ну, можно мы там что-то… Не, ну, мы, конечно, посещали, никаких поблажек. Но к нам с пониманием, конечно, относились, мы просто приходили на экзамен, сразу выдавали, что называется. Видно, конечно, было уровень подготовки. А вот опыт преподавания, ты сейчас как-то не возвращаешься к этому, ну, там, допустим, на каком-то… На моменте свободного времени, вот, допустим, там. Тебе вообще как это? Понравилось или все-таки ты считал, что это не мое? Нет, вообще, абсолютно не понравилось вообще. Абсолютно, да. Не хватает текущения и вообще вот эта ответственность какая-то, да? Да, нет, дети сложный, сложный народ. У меня были маленькие детишки, 6 лет, 5. А, совсем крохи еще. Да, ну, максимум 10-летние. Поэтому, ну, с ними прям нужно быть и психологом, и тут очень много… А я молодой был, 19 лет, что я там мог им сказать-то, 18-19 мне был. Я сам еще мальчик-то. Элементарно подними левую руку, поднимает правую, допустим, ребенка. Ты говоришь, а ты какой рукой ешь, ну, ложку ешь? Кушаешь, да, делаешь. А мне мама кормит. Ну, и все, как бы, все. Какие тут номера, какие тут постановки. Я считаю, там руки пытаются. То есть, задумка сама в плане… Это долго, это долгий процесс, это нужно год, два, это же не так быстро все. Я понял, что это абсолютно не мое, но это такой хороший был опыт общения с детьми. Я, в принципе, детей люблю, но вот в плане педагогического… Нет, не в таком количестве, да, как говорится. Хорошо. Андрюш, а вот скажи, пожалуйста, вот все-таки, насколько я помню, ты же поступил сначала в Щукинское училище, да, а потом там по разным причинам перевелся в Щепкинское. И заканчивал уже Щепкинское училище. Вот скажи, пожалуйста, ты увидел, скажем так, две школы, причем абсолютно разные, да? Да. Это Щукинское училище, это школа Вахтангова, все знают, это от формы к содержанию. А Щепкинское училище – это классика, малый театр, то есть все серьезно. Вот скажи, пожалуйста, когда ты… От внутреннего, конечно. Ну, конечно, безусловно, там все по-серьезному, там все по-взрослому. Скажи, вот когда ты перевелся и все-таки пришел абсолютно в другую школу, у тебя не было какой-то вот каши вот такой, боже, там меня учили одному, здесь другому, я вообще, что я буду делать-то? Или все-таки у тебя был какой-то вот базис, который тебя не сдвинул с этого места, и, в общем-то, ты продолжал работать так, как ты можешь, умеешь, и чего от тебя хотят? Это как с верой. Очень много религий, но все в итоге ведут к чему? К одному, к Богу, да, например. То же самое пять институтов наших театральных. Все ведут к чему? К одному, чтобы ты был хорошим артистом. Но подходов к этому совершенно они разные у всех. Поэтому там подход, который был в первом институте, немножко, наверное, видимо, немой. То есть я такого склада человек, что мне нужно действительно от внутреннего к внешнему, а не наоборот. Сначала оправдание себя. Ну да, да. Погубить. Поэтому у меня не было абсолютно никакой каши, у меня было ощущение, что я попал наконец-то туда, куда должен был попасть. Во-первых, мы там и с братом было веселее учились. Во-вторых, меня уже брали туда, просто я выбрал сначала щукинское. Да, более... Не хочу никого обижать, но для меня лично более духовное, что ли, щуки-подход. Более душевный, духовный. В щепке. В щепке именно, да. Потому что, да. Нет, ну опять же, каждому свое. Каждому свое. Кому-то там, кому-то сям. Главное выбрать для себя. Это вообще по жизни нужно. Пощупал, попробовал. Сделал вывод, выбрал свое. Прочитал. Там половина то, что не нужно, забыл, а то, что нужно, выцепил оттуда. И вот так вот собираешь пазл свой личный. Личностный. То есть, личность. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Вот ты все-таки сначала, может быть, не туда повернул, а потом все-таки вернулся в свою колею. А все равно же человек, он получает то, что он хочет. Мысли, вот эти все желания. Человек сам приходит и появляется в его жизни ситуации какие-то. Он сам все это притягивает. Я жил, когда учился там год. Я мучился, и внутренне я уже был там, мыслями, как бы, понимаешь, да? Там, в щепке. То есть, мне хотелось. Я уже видел, как я на сцене. То есть, у меня еще... Я понимаю задачи от педагогов, от режиссеров. Ну, вообще, я даже видел все, как я там на сцене, все, что я делаю, как я буду это делать. То есть, мы сами привлекаем к себе. Это было полное счастье, когда я перевелся. Потому что это было смешно. Я пришел на второй курс в сентябре, и педагог говорил, ну, что ж ты, я же тебя брал. Он говорит, ну, давай еще разочек попробуем с тебя. То есть, 1 сентября все пришли, уже у них всех праздник, а я, как и этот один, стою на сцене. Пробуюсь перед курсом. Это было смешно. Ужасно прочитал, ужасно спел. Это у тебя был такой вот... Да, да. Проба такая. Как интересно. То есть, он мне устроил вторые, значит, вступительные. Прослушивание. Прослушивание. Уже перед курсом. Причем практически всех, кого ты знаешь. Да, да. Ну, и как? В общем, сказали, ну, ладно, ладно, сегодня переволновался, но возьмем, возьмем. Ну, да, такой был, мне кажется, больше воспитательный момент. Ну, как говорится. А добра добра не ищешь. Все хорошо, что хорошо кончается. Андрюш, хорошо. Ну, если брать твою первую, скажем так, популярность, которая вот появилась в твоей жизни, то это, конечно, реклама шоколадки какой-то, насколько я помню, где еще твоими партнерами были твой бывший однокурсник Вячеслав Манучаров. Вячеслав тогда несколько другого формата, нежели сейчас. Ну, видимо, все пошло с рекламы, после рекламы была лавина, там маленькая роль, ну, видимо, да, наверное, заметили. Все-таки, наверное, первая картина это Велединского с Сашей «Русская». «Русская», где ты играл молодого Эдуарда Лимона. Да, я получил приз первый свой за лучшую мужскую роль, и как-то так потихонечку. — Вот у нас просто на передаче уже был Александр Велединский, мы с ним разговаривали как раз. — Приходил, да. — Да, он приходил, спасибо, нашел время, тем более вот как раз он был сразу после кинотабра, после географа, нашел время для нас, это было замечательно. Расскажи, пожалуйста, про работу с ним, все-таки это твоя первая работа, которая действительно для тебя стала таким серьезным прорывом. Главная роль, это все-таки молодой, совершенно неопытный артист, вот расскажи, пожалуйста, про его работу с актерами, вообще про свои ощущения на тех съемках. — Во-первых, это первая моя роль в кино, и первый его полный метр, то есть мы оба дебютанты, да, в каком-то смысле, но он что-то снимал, короткометражку снимал, вот, конечно, он долго меня пробовал, не меня одного он пробовал, и даже когда мне сказали, что я утвержден, и приехал на Мосфильм в студию, чтобы подписать контракт, он даже перед контрактом, когда я должен был его подписать, устроил у меня опять пробы, то есть это были третий или четвертый, я уже не помню. — То есть ты уже расслабленно едешь, и тут тебя. — Да, и уже сидят ребята, продюсер говорит, Саша, ну хватит, все уже, все, все уже. — Просто человек в покое. — Да, и он очень интересно пробовался, не так что со стороны, а ты когда играешь сцену, там, допустим, например, какую-то из сцен, играешь, он очень близко-близко подходил, ну, в буквальном смысле, к лицу, то есть всматривался в глаза, как камера на крупный план. Потом он мне сказал, что он не мог, так как это первая картина, он очень боялся прогадать с главным героем, и этого не мог допустить. А работалось, мне очень нравится работать с Сашей, что греха таить. Он тонкий психолог, очень умен, очень глубок, и поэтому это всегда интересно, как он тебя порой выводит на какие-то вещи, о которых ты сам раскрываешься. Вот есть режиссеры, с которыми ты раскрываешься, есть где ты наработанный уже, да, вот по наработанному идешь, а есть, с которыми тебе раз, что-то открыл ты для себя, опа, надо жить так мало. — Ну, таких режиссеров не так много, как говорится, да? — Ну, они есть, да. — Нет, ну, это уже… — Хорошего всегда мало. — В твоей жизни они есть, и это уже хорошо. Ну, в целом, в общем-то, тем более потом же вы работали еще над фильмом «Живой» вместе, и это была, по-моему, первая ваша работа с Лешей, да, с братом, совместная. Мы вместе, по-моему, снялись в первый раз именно в «Живом». Ну, к «Живому» мы еще вернемся. В твоей жизни был еще проект, можно считать, сериал «Курсанты», который, в общем-то, видимо, так увеличил твою популярность. Все-таки, ну, сериал, понятное дело, и, по-моему, это чуть ли не единственный случай у нас в России, сериал, который номинировался на Грэмми, если я не ошибаюсь, что-то типа такого. — Ну, такой сериальный, не Грэмми, а Эмми. — Ну, вот, как бы, да, вот такая премия там, Эмми там, ну, вот я имею в виду, вот, да, что-то такое. — Да. — Потому что он прозвучал в свое время. А вот про этот сериал расскажи, потому что все-таки это несколько другой формат, вот у тебя был опыт у полнометражного фильма, а вот тут вот пришлось работать все-таки сериал, это некий конвейер такой, все-таки скорость, наверное, ритм немножко другой. — Мега. — Ну, мы, не могу сказать, что мы гнали, просто сейчас вот мне есть чем сравнить, да, я снимался где там 10-13 минут выработка в день. То есть это безумная скорость. А «Курсант», конечно, давно это было, 10 лет назад, я сейчас не могу вспомнить, как, насколько. Но вообще интересно работать и с Валерой Тодоровским, конечно. — А он был генеральным продюсером, если я не ошибаюсь. — Да, я так понимаю, что да. И играть его папу тоже было интересно по воспоминаниям. — Ну, это и ответственность огромная. — Да, это и ответственность. Приезжал на площадку, в одну из сцен мы играли с ним. Посчастливее. — Не рабел? — Конечно, рабел. Я тогда 24 года, что там? — Ну, 24 года, это все-таки не 15 и не 18. — Да я вообще как-то медленно взрослею. В 24 года у меня как будто 18 было. Нет, конечно, я рабел. Такая глыба для меня это вообще была. — Ну, а он был совершенно нормальный. — Очень, да, очень адекватный человек. — Очень спокойный, очень адекватный. — Чем человек мощнее, тем он проще, как говорится. — Абсолютно. — Ну, и вот как раз мы подошли к живому. Как раз у нас сейчас пойдет такая тема «Работа твоя с братом». Потому что есть у вас еще проект «Слоу прямо в сердце». Такой странный проект. К этому мы вернемся. Вот «Живой» в свое время нашумевший очень фильм, потому что и тема такая была непростая. Ты очень актуальная на тот момент. Ты играл инвалида. И, в общем-то, скажи, пожалуйста, я понимаю, что вот здесь пригодилось твое хореографическое образование, потому что все-таки пластика, все вот эти нюансы. Скажи, а как вот все-таки вы сделали вот это, что у тебя ноги нету? Ты же вон нормальный, полноценный, замечательный человек. — Да, загибали ногу, где надо. А где не надо, надевал, как это назвать, не зеленый чулок, где компьютерную графику, а оранжевый какой-то, красный. — Специально, чтобы можно было потом компьютер стереть. — Вот скажи мне, пожалуйста, на протяжении этого фильма, во-первых, первая работа с братом. Ну, общаться там, может быть, даже на сцене, вот вместе играть там в Щепкинском, это одно. Здесь уже профессиональное кино, серьезное, у уже знакомого тебе режиссера, с братом. Причем и у брата твоего, у Леши, тоже очень серьезную роль, он играет священник, и это тоже достаточно так, неоднозначно, скажем так. Вот скажи, пожалуйста, и как раз заодно, вот помимо того, что я хочу спросить, два вопроса будет скорее. Значит, вот работа с братом, какое ощущение вообще вот это первое? И мешало ли тебе то, что вот ты все время должен помнить о том, что ты инвалид? Что ты не просто, что ты неполноценный человек? Вот как-то тебя это напрягало? Вот эти два вопроса. — Однажды очень хорошая фраза. Никогда не играй профессию, никогда не играй инвалида. Играть нужно человека. Никогда. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? — Конечно, безусловно. Поэтому это абсолютно мне не мешало, я даже не думал об этом. Это уже есть, это как бы, оно уже играет на героя. Как данность. Оно, не нужно его даже утрировать, еще что-то усиливать. А что касается брата, вопрос, какой был, как игралось? — Ну, вот какое вообще ощущение, потому что вот первая совместная работа, две главные роли у братьев-чата. — Да, даже не знаю, как сказать. Приятно, приятно, как-то спокойно, даже не как гармонично, что ли, было в кадре. Это постоянно спрашивают, как играется. Играется прекрасно, потому что партнерство, оно на таком уровне, что ничего играть и не надо. С полуслова, когда понимаешь все. Это как муж с женой, если играть, там, да, вот тоже в одном фильме. Такое партнерство на таком высоком уровне, которое сложно добиться, когда просто встречаешься. Здравствуйте, здрасте, я там, Вася, я и Петя, давайте сыграем. Дружбой. — А здесь уже даже дополнительно говорить не нужно. — Ничего не надо, да. Все уже обговорено, все понятно. Потом у Саши все по делу, он не допускает каких-то там, что называется, непоняток. Четко все объясняет. — А он долго работает с актером? Или просто вот там дал задание, все, иди в кадр? — Для него на площадке главное — это актеры. Это точно я знаю. И это правильно, мне кажется. Не декорации, все важно, все важно, конечно. Но главное — это артисты. Сначала с ними репетиция, чтобы никто абсолютно не мешал. И когда он уже отрепетировав и поняв, что может случиться, тогда он говорит, вперед, ребята, давайте с молотками стройте. Это тоже редкость большая, потому что в основном либо режиссер, либо режиссеру все важно, да, и он как это, да, рассыпается. Ну, то есть нужно выбирать, мне кажется, что-то, что более важно. А это артисты, потому что в кадре только они останутся. — Ну да, потому что… — Не декоратор, никто. — Даже камера, конечно, тоже важна, свет, безусловно. — Абсолютно, да, все важно, да. Но вот, тем более, если это актерское кино, у Саши всегда актерское. Все на артистах. — Ну да, вот что вот и подтверждает его работы. Андрюша, расскажи, пожалуйста, вот об этом проекте слово прямо в сердце, потому что он как-то так не особо прошел у нас на экранах. Его показывают время от времени по кабельным каналам, но как-то так вот, какой-то он, это, я так понимаю, совместно с иностранцами какими-то, или это полностью наше производство? — Расскажи, пожалуйста, более подробно просто. Что это вообще такое, с чем это едят? — Вот эта идея была, есть история такая есть, реальная, настоящая, про Лешу Солдата, который в тюрьме сидит. То есть задумка была очень хорошая, и сценарий был такой крепкий достаточно. Но бывает иногда в нашем деле, что продюсеры диктуют свое мнение, например, да, и в монтаже, и в кастинге, и т.д., и т.д., и т.п., и в музыке, во всем. Ну, это нормально, что-то получается, что-то не очень. Но мы прекрасно провели время, мы отлично позажигали нас на площадке, по-моему. Круто так оторвались, постреляя, не считая патрона, что называется. Абсолютно не считая патрон. — Почетывая себя Сталлоне, просто вылезом, все понятно. — Да, да. То есть мы там отрывались по полной программе. — То есть, грубо говоря, задумка была хорошая, но в итоге на выходе, к сожалению... — Да, да даже не на выходе, а уже в процессе было понятно, что получается такая стебная, стебный боевичок такой. Потому что сценарий был достаточно такой, очень погруженный, глубокий, так, про чувака, который там, значит, всех по-перебивал, сам остался жив. Я в тюрьму сел там, в общем. Ну и, конечно, у нас дело такое, это лотерейство. Тут можно все стараться, да, пытаться контролировать, а все равно никто не знает, что получится в итоге. И как зрители воспринимают это. Искусство монтажа. Можете смонтировать вообще что угодно. Можно снимать там тысячи часов, а смонтировать там главный герой будет мышкой. Ну, я знаю там, все что угодно. — Ну, тебе-то жаловаться не приходится, тебе пока везет. Если просмотреть твою фильмографию, все-таки режиссеры тебе попадаются очень яркие, ну, есть какие-то менее серьезные проекты. — Да, это нормально, конечно. И вот, наконец-то, уже потихонечку мы движемся к финалу. Мы подходим к твоим вот этим последним работам, это «Дело чести» и «Провокатор». Я прочитал, что, готовясь к фильму «Провокатор», ты очень сильно заинтересовался боксом, да? — Одно из условий было — это занятие боксом, потому что… — И тебя так как-то это захватило, что ты чуть ли не стал непрофессионально заниматься этим, да? Расскажи, пожалуйста. — Ну, не то, что профессионально. С тренером я занимаюсь, да. Увлекся, мне очень понравился этот вид спорта. Мне вообще нравится вот такой рваный ритм. Я в теннис большой играю, там рваный ритм игры. Собрался, да? Упустил, собрался, объяснил. Бокс тоже самое, он рваный. То есть, мне не нравится вот это плавание, тут скучно мне всё, это бег, это всё мне даже не могло. А вот в спортзалечке покачаться, грушу побить или тренера, это вообще в кайф. Одно из условий было… — А вот этот «Провокатор», да, вот расскажи, пожалуйста, вот, например, сам проект. — Одно из условий было заниматься, чтобы в кадре было видно, что человек с детства этим занимается. Проект, ну, достаточно, мне достаточно интересно был, на самом деле, сценарий этот. 20 серий, где главный герой переодевается в разные совершенно людей, чтобы подобраться к своим врагам. Абсолютно разные образы. Мент, бомж, байкер, физик, наркоман, что угодно, зэк. То есть, это очень интересно. Грим, костюм, пластика, живот. Если надо, добавляли мне там груду мышц. Очень интересно было. И страшно, с одной точки, ну, как бы был страшноват, когда я прочитал. Страх был не, как-то сказать, что не получится. То есть, это нормально абсолютно. Но страх меня вот всегда толкает. — Подожди, а вот «Провокатор» — это тоже сериал, или это… — Тоже, да, 20 серий, да. — Вот 20 серий как раз, да? Это вот вы должны выйти на… — 20 отдельных историй, это по России. — На канале России. — Да, на канале России 20 отдельных историй, как бы, они связаны в одну линию. Он мстит из своего отца и ищет тех, кто его убил. — Вот как раз вот в каждой новой серии, в каждом новом фильме ты переодеваешься… — Он передвигается к своей цели. — …того или иного персонажа. Ну, чем заканчивается, не рассказывай. — Да. — Посмотрим, как говорится. Ну, это, ты говоришь, должно быть осенью, да, уже, скорее всего? — Ну, наверное, да, весна или осенью. — В новом сезоне. Вот. А вот «Дело чести» — это вот сериал, где ты работаешь с братом. — Да, «Дело чести», да, это… Итальянский сериал был такой, про двух братьев. Говорят, он прошел достаточно успешно, и «Первый канал» купил права, видимо, на этот сценарий, его немножко переписали на наш лад, 90-е передвинули в наше время, то есть, там были 90-е сначала. — Угу. — Угу. — Вот. Там тоже достаточно простая история, из глубинки приезжает семья и два брата с родителями, отца убивает, мать погибает, и они начинают мстить за них. Один идет в «Бандит», и другой в «Закон». Оба еще тех, кто виновники смерти там отца и матери, но вот сталкиваются их постоянно, потому что один через «Закон», принцип у него, а другой становится «Бандитом». — Я так понимаю, что ты в «Закон» пошел. — Да. — Мне почему-то кажется, что именно ты в «Закон» пошел. «Бандит», и вот постоянно сталкивается в сюжетной линии женщины. Ну, в общем, интересно достаточно было играть. Там и «Агния». — А вообще, кто там помимо вот тебя, помимо Леши, «Агни»? Кто там еще? — Там много кто. — Ну, вот из таких вот самых, пожалуй, ярких. — Интересно. — Надо посмотреть, я забыл. — Что, не может никого вспомнить, кроме вашей троицы? — Нет, фамилии не могу вспомнить. Ну, много там достаточно известных. Ну, не так много. — Ну, это ладно. В любом случае, когда сериал выйдет, посмотрим, увидим, что там и как. — Интересно было играть, потому что и у меня не было такой, как сказать, истории. — Опыта такого, да? — 20-серийную, да, двигать линию так на 20-серий, потому что тяжело достаточно. — У тебя же были «Курсанты». Курсанты же тоже достаточно. — Ну, да. Ну, там… Курсанты, по-моему, 12, что ли, серий. — Ну, в любом случае, это там не 2, не 3, да? — Да. Но это всегда сложно. Тем более, когда идет гонка. — А здесь гонка все-таки была? — Была конкретная. Быстро снимали. «Провокатор» быстро снимали, да. Полгода вообще, у меня было полгода съемки, раз в неделю уходной. Мне нравится этот ритм, да, но все-таки к концу немножко так подустаешь. — Какая-то приятная усталость. — Приятная усталость, да. Единственное, что после там, да, когда хорошим отравлен, хочется, конечно, времени на всякие нюансики. Вот это и есть же наша профессия, вот эти мелочи, нюансики. — Да, именно вот эти петелька-ключочек, как нас учили. — Да, петелька-ключочек, и в игре, и вообще. Ну, вообще во всем. Но это тоже опыт, очень хороший опыт, потому что в скорости в этой еще и успеть какие-то еще вот эти детали тоже успеть. — Да, учат собираться уже. — Собираться, да. — Готовиться уже. — Кино и так нужно выдавать, чем отличие от театра. Сразу выдать. Собрался и выдал, а в сериале другой совершенно ритм, еще быстрее, еще нужно нужно собраннее. — Андрюш, спасибо. К сожалению, время наше заканчивается потихоньку. Много еще у меня к тебе вопросов, но я надеюсь, это мы оставим на будущее, еще как-нибудь к нам придешь. Может быть, в конце года, может быть, в следующем году, или чуть пораньше, не знаю. Андрюш, я хочу тебе пожелать, начался Новый год, Год Лошади, я всем желаю лошадиного здоровья, прежде всего. Вот, чтобы было это здоровье, а если будет здоровье, то и будет работа, будут силы для того, чтобы работать. — Как говорится, береги себя, так как ты увлекся боксом, береги себя, береги себя, береги руку, как говорится. Вот, конечно, я желаю тебе много хорошей, интересной работы, и желаю тебе вернуться на сцену, чтобы почувствовать вот это вот ощущение, потому что все-таки артист без театра, наверное, все-таки он такой немножко неполноценный. — Согласен. — И опыт живого общения с залом, он всегда нужен, и опыт это замечательный. Вот, я благодарю тебя за то, что ты пришел к нам, что нашел время, и думаю, что все будет в порядке. Я тебе желаю здоровья и удачи. — Спасибо тебе тоже. — Спасибо. — Спасибо, что позвал. — Я напоминаю, что это была передача «Слушаем кино» на радио «Московская правда». Сегодня у нас в гостях был артист театра и кино Андрей Чадов. Всего вам доброго и всех благ. — До свидания. — Спасибо. — Спасибо.